Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 29 марта, среда. И сегодня я вам доложу о тех событиях, которые я считаю наиболее важными на настоящий момент, которые больше всего влияют на ход боевых действий и их перспективы на территории Украины. Начнем с нефтефинансовой, нефтеэкономического фронта борьбы против агрессора. Сегодня поступило интересное сообщение. При заключении очередного крупного контракта на импорт нефти Китай выбрал партнером не Россию, а Саудовскую Аравию. Это интересное развитие событий. Вообще, последние месяцы Саудовской Аравии и Россия, они конкурировали за первое-второе место среди главных поставщиков нефти в Китай. И некоторое время назад, примерно так полтора-два месяца, Россия вышла на первое место, оттеснив саудитов. Саудиты были очень этим недовольны, поскольку они предложили немало усилий для того, чтобы остаться первыми поставщиками нефти в Китай. И даже заключили соглашение не так давно, согласно которому китайцы могли платить не в конвертированной валюте, а в юанях. Но, тем не менее, Россия сейчас занимала первое место. И вдруг, как-то так это все произошло неожиданно. И это произошло, повторяю, после того, что должно было быть эпохальным визитом Си Цзиньпина в Москву для укрепления незнающих границ партнерства между двумя странами. После того, как Путин фактически плюнул в лицо своему патрону всего лишь через несколько дней после окончания визита, заявив о намерении разместить российское тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, что не должно, естественно, понравиться Си Цзиньпину. И вот теперь, то ли это прямое наказание, не знаю, но факт остается фактом. Китай крупное соглашение заключил именно с аудитами. Вполне возможно, или вернее одним из факторов возможным, который объясняет этот выбор, явилось стремление Китая традиционное диверсифицировать источники поставки. И это уже, так сказать, стратегически ставит преграды на пути дальнейшей экспансии российской сырой нефти в Китай, поскольку уже Россия дошла в этом экспорте до таких пределов, дальше которых Китаю, ну просто исходя из собственной безопасности, делать этого не стоит. России удалось вот на днях же несколько отыграться от этого поражения на китайском направлении. Россия заключила крупный контракт на поставку той же сырой нефти с Индией. Но Индия в качестве стратегического партнера и покупателя нефти, это для России, будем говорить, не для России, для Путина, для Кремля, это существенно хуже, чем Китай. Почему? Потому что для России такое соглашение, если уж привязываться, то привязываться надо к суперстратегическому партнеру, которым Россия хотела бы видеть, именно Пекин. Потому что именно Пекин может обеспечить всеобъемлющую помощь, финансовую, экономическую, обходить санкции, главное, военную помощь, это то, что не может делать Индия. Да и в юане Россия уже вложилась, чуть ли не половина золотовалютных запасов страны в юанях находится. А здесь с Индией нужно торговать в рупиях. На рупии все то, что нужно России на внешних рынках, не купишь. Кроме того, товарищи из Индии проявили себя очень скоредными. И то, что они делают при покупках российской нефти, нефтепродуктов, но в основном сырой нефти, я бы назвал как выжимание последнего из лоха, который попал в затруднительную ситуацию. Индусы, то есть индийцы, разбивают, раздувают дисконты на российскую нефть по максимуму. Кроме того, Индия гораздо ближе к западным странам, чем она ближе к авторитарным режимам, к таким, как Россия и Китай. Запад работает очень напряженно, на ежедневной основе работает с Индией, с тем, чтобы вообще сильнее еще привлечь на свою сторону, в плане соблюдения санкций против Российской Федерации. И есть некоторое продвижение на этом направлении. Индия рассматривается Западом, и она обещала ни коим образом не помогать России обходить санкции. То есть вот эта продажа для… Если продажа нефти в Китае – это лишь весомый шаг для развития Путина, я бы сказал так, для разработки Путина Китая, с тем, чтобы вовлечь его в масштабное, прежде всего, военно-политическое сотрудничество, то продажа нефти в Индию – это всего лишь сделка. Сделка, сделка, которая наносит, ну, держит на праву Россию, но, с другой стороны, наносит и ей огромный финансовый ущерб в связи с огромным дисконтом. Тут еще одна сформировалась проблема для Путина, о которой я вам говорил в конце прошлой недели, но сейчас, вот чем дальше, с каждым днем ее значимость становится все более весомой и впечатляющей. Это решение, нет, не просто решение, это заключение министрами военно-воздушных сил Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии соглашение в Рамштайне на американской, это в центре ВВС Соединенных Штатов Америки в Европе. На этой процедуре присутствовал и командующий ВВС США в Европе. То есть это все было, мы еще помним, да, что Швеция, то есть Финляндия уже почти полностью в НАТО, а Швеции, увы, нет. Но, тем не менее, это соглашение было заключено под эгидой НАТО, и оно сейчас представляет собой, его уже называют в кругах НАТО, типа мини-НАТО. Это фактически расширение НАТО на территорию не только Финляндии, но и Швеции. И количество единиц самолетов, которые приобретает НАТО в связи с образованием вот этого Северного Альянса, она достигает 250 самолетов. И номенклатура этих самолетов впечатляет. Сейчас я вам зачитаю. Норвегия имеет 57 F-16. Ну, а F-16 я вам рассказывал, раньше ссылаясь на мнение американских суперэспертов, в частности, пилоту, инструктору F-16, который налетал на нем более 3000 часов. То есть это все-таки истребитель, то есть самолет четвертого поколения, который будет, скажем так, испытывать серьезную трудность в борьбе за господство в воздухе против систем ПВО противника, той же самой России, которые были созданы позже, существенно позже того, как был изобретен и принят на вооружение в 16-й. Но в Норвегии есть 37 F-35, а F-35, они в геометрической прогрессии меняют обстановку. То есть это те самолеты-невидимки пятого поколения, считается лучшим в этом плане, в мировой практике. Это те самолеты, которые предназначены для взлома новейших систем ПВО, в том числе Российской Федерации, и которые считаются в этом плане практически неуязвимыми. Это те самолеты, которые на начальном этапе конфликта должны уничтожить радары, стационарные системы противовоздушной обороны противника, а потом другие летят самолеты, те же F-16, и тупо их стирают с лица земли, поскольку они уже ничем не прикрыты. То есть 37 F-35 – это колоссальная, колоссальная цифра. Но еще они заказали еще 15, чтобы не казалось мало, как говорится, шоббуло. Дания. Дания в настоящее время имеет 58 F-16, а также 27 F-35 на подходе. Их заказали, должны вот-вот подойти. Финляндия. У Финляндии есть 62 самолета F-18 Hornet. Они также, Финляндия также приобретает 64 F-35. Ну и Швеция. Она имеет замечательный самолет под названием «Грайпен», который, между прочим, считается, возможно, наиболее перспективным для Украины в ходе нынешней войны против агрессора. Самолет неприхотливый, говорят, что можно, то есть ему не нужна такая взлетно-посадочная полоса, как новейшим американским самолетам. Ну и очень эффективен. Эффективен для решения различных задач в воздухе. Итак, более 90 самолетов. Как заявил генерал-майор Шьян-Дам, командующий ВВС Дании, комментируя заключение этого пакта, наш объединенный воздушный флот четырех государств можно сравнить с флотом крупной европейской державы, а может быть и больше, и лучше. И главное для этого флота – это объединение усилий на данном этапе для произведения разведки. Разведка сопряжена с намечанием целей для последующего потенциального удара, с тем, чтобы их координаты занести в борт, в бортовую систему самолетов, и чтобы они там и оставались. И в случае тревоги, в случае действительно кризисной ситуации самолет поднимается в воздух, и все, и он готов для поражения этой цели. Ну, а цели недавние, которые были накануне и сразу после того, как, ну, как сбили, как Су-27 сбил американский беспилотник-дрон, и затем после того, как Путин объявил о своих планах разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, мы знаем, наблюдали несколько полетов американских, вернее, это были британские разведывательные самолеты на расстоянии до 200 километров от Санкт-Петербурга. Вот вам, пожалуйста, разведывательные полеты с выбором цели. Это на тот случай, если безрассудный сиделец кремлевский решит применить тактическое ядерное оружие. Вот ответ уже практически готов. И вторая очень важная задача. Я вам когда-то рассказывал, на всякий случай напомню. Северный флот Российской Федерации считается наиболее, и всех остальных флотов России, он считается наиболее эффективным, современным. Самая главная у него угроза для Запада – это ядерные подводные лодки, которые базируются в районе Мурманска, на всяких там базах. И вот, согласно доктрине широкомасштабной ядерной войны, накануне такой войны, эти подводные лодки должны выйти из этих баз неподалеку от Мурманска и пройти через… Там такой узкий есть, его называют иногда треугольник, чтобы выйти в Атлантику. Вот они должны пройти через этот узкий треугольник, выйти в атлантическое пространство, и там они, по идее, должны теряться. И ждут, ждут сигнала для начала, значит, для запуска своих ракет. И вот остановить их там, в этом треугольнике, это считалось одной из самых главных задач европейского командования НАТО, ВБС США в Европе. Ну и вот теперь флот вот этого альянса четырех стран будет играть в этом плане очень важную роль. То есть это колоссальное усиление разведывательных возможностей и других оперативных возможностей, включая нанесение жесткого, очень болезненного ответного удара по агрессору. Вот это все становится возможным. И еще на что бы я хотел обратить на ваше внимание в связи с образованием этого альянса, этого совместного командования. То есть мы поняли, Швеция еще не страна НАТО, но этот флот считается как бы придатком фактически или частью, неформальной частью НАТО. То есть уже создана структура, в которой может быть страна, то есть структура фактически НАТОвская, но в ней присутствует одна страна, которая формально не является членом этого альянса. Это я к тому, чтобы иметь это все в виду, когда наступит время решать перспективы обеспечения безопасности Украины, в какой альянс она должна входить, естественно, после своей победы. А пока вот эти ВВС, четырех стран, 250 самолетов, они фактически могут нейтрализовать, вернее, стать косяком той силы, костяком той силы, которая может нейтрализовать весь сервный флот Российской Федерации. Ну и мы уже привыкли к такой ситуации. Что делает Путин в этой ситуации? Путин запускает ядерные учения. Запустил он их сегодня. И вот на территории Сибири поползли мобильные установки с ракетами ЯРС. Ракета ЯРС, напомню вам, является как бы продолжением модификации ракеты Тополь-М. То есть Тополь-М классическая, она, я не знаю, как ЯРС в последнее время не читал материалы по этому поводу, но, по-моему, то же самое. Это ракета, установленная на подвижной платформе, которую тащит тягач. И вот она, значит, движется по только командованию известному маршруту, в общем, маневрирует. Зачем это делается? Считается, что ракета наземного базирования, когда она находится неподвижно в шахте, она более уязвима. И это правильно, потому что противник, зная, где есть эта шахта, если он захочет найти, агрессор захочет нанести первый удар, он должен прежде всего ударить по этим шахтам в надежде выбить, ну, как можно больше, ну, более 90% выбить ракет, самых мощных из арсенала всего, ядерного арсенала противника, в этих стационарных установках. А вот мобильная ракета, считалось, что ее трудно, трудно засечь, где она находится в данный конкретный момент, поэтому трудно поразить. Ну, и это, так, знаете, пал меч, что ли, или обоюдная острая сабля. То есть, с одной стороны, то, что это мобильная ракета, ее труднее уничтожить в первом ударе, это делает этот первый удар невозможным, поскольку рассчитывать удастся, или сколько удастся уничтожить, если вообще удастся эти мобильные ракеты, поэтому, ну, безумно наносить, пытаться наносить первый удар. С другой стороны, у стороны обладателя этих подвижных стратегических мобильных ракет может возникнуть соблазн, давай-ка я нанесу первый удар в надежде на то, что в ответном ударе противник, противник не нанесет ответный удар, потому что он будет понимать, что он уничтожит наши все ракеты, и, значит, во второй волне удар, и мы вообще его сотрем с лица земли. Ну, как бы там ни было, значит, в предстоящие дни, кстати сказать, длительность этих учений не анонсирована. Будут ли проводиться пуски этих ракет или нет? Не сказано, боятся, потому что, помните, не так давно они проводили какие-то учения, и там анонсировали пуски двух ракет, из которых, по крайней мере, один, а может, по-моему, даже оба накрылись, то есть прошли в нештатном режиме, что является дипломатическим языком для понимания, что возникла нештатная ситуация. Ракета не полетела или полетела туда, куда не надо. На этот раз ничего этого не объясняется, просто анонсировали проведение учений, якобы они там будут двигаться. Американцы, естественно, будут наблюдать. Короче говоря, очередные мультики, очередное потрясение, брецание с саблями. Но тут уже американцы и британцы в комментариях, вот в таких статьях, в изданиях, близких к Пентагону, они уже смеются, говорят, у него уже, то есть у Путина, уже сабли закончились для брецания, поэтому единственное, что он может еще, чем он может привлечь внимание международной общественности и политических кругов Запада, это слово «ядерное». И вот он придумает разную фигню сейчас, чтобы там только присутствовало слово «ядерное». Это последняя его надежда, что его услышат. Таких надежд становится все меньше и меньше, поскольку, как вот отмечает одно из изданий, близких к Пентагону, у Путина серьезная проблема. Проблема очень простая, одновременно сложная. Военные Украины становятся сильнее, и Путин ничего не может с этим делать и что-то этому противопоставить. Статья отмечается, российские войска продолжают биться головой в стену украинской обороны в районе Бахмута, но без особого успеха. Они пытаются, регулярные части, вагнеровцы пытаются найти слабые места для того, чтобы как-то туда продвинуться, куда-то, чтобы добиться оперативного прорыва. Они маневрируют, перемещают войска на поле боя для того, чтобы опять-таки, то есть разведку ведут на поле боя для того, чтобы найти это уязвимое звено. Ну и вот какой-то, какой-то, какой-то месяц, и это все безрезультатно для врага. А тем временем, продолжает автор статьи, украинская военная машина становится все более сильной благодаря, прежде всего, поставкам военной техники Запада. Она пошла. Пошла мощным потоком. Меня спрашивают, где же она? Покажите на. Ну, господа, я думаю, что ее покажут, когда начнется крупномасштабное наступление, вам покажут ее по телевизору. Сейчас нельзя ее показывать по телевизору. Но сегодня я слышал, что один из депутатов Верховной Рады выложил на своем телеграм-канале то ли видео, короткое видео, которое показывает то, что российские эксперты расценивают, как вот эта новая бригада ВСУ, которая сформирована при помощи НАТО, новейшего оружия, и где бойцы ВСУ подготовлены по НАТОвской методике. Вот там она показана. Я вам скажу, что российские эксперты, я не слышал радости. Скорее всего, в их голосах звучали нотки глубокой печали по этому поводу. Ну, и тут перечисляется, какая бронетехника. Бронетехника, мы ее уже знаем, что это такое, неоднократно обсуждали. Это танки, Челленджер пошли. Кстати, британцы подтвердили, несмотря на все эти всхлипывания из Москвы по поводу недопустимости поставки снарядов с объединенным ураном, британцы подтвердили, что они будут поставлены. Ну, и помимо танков преобладающей, пока идет преобладающее количество боевых машин пехоты. Как отмечается в статье, российские войска несут огромные потери в районе Бахмута. Однако за последние 48 часов количество этих потерь заметно снизилось, что говорят не о том, что они добиваются большего успеха или продвигаются в решении своих задач, а о том, что они выдохлись и наступательный порыв и вагнеровцев, и регулярных частей Российской Федерации в этом районе иссякает буквально на глазах. Эти действия в значительной степени утратили свой импульс, несмотря на тяжелые потери, которые понесли и Вагнер, и российские регулярные части. Ну, и в заключение, господа, я приготовил вам самое главное, самое вкусное. Те зрители, которые смотрят мой канал давно, ну, скажем так, до начала вот этой последней российской агрессии против Украины, то есть до февраля прошлого года, возможно, надеюсь, помнят, как я неоднократно говорил, что необходимо применять против Российской Федерации резолюцию 3314 от 14 декабря 1974 года. Это резолюция об определении агрессии. Агрессия – самое страшное, самое злостное международное преступление, которое лежит в основе всех остальных чудовищных преступлений, порождаемых войной, в том числе такие, как геноцид, военное преступление, преступление против человечества. И вы знаете, что международному уголовному суде ГАГИ уже идут подготовления кейсов по обвинению России в совершении таких преступлений, как военное преступление, преступление против человечности и есть надежда насчет преследования по преступлениям, как такому преступлению, как геноцид. Но до сих пор, до сих пор в рамках международного права, международной судебной практики не было механизма привлечения к ответственности государства, агрессора за агрессию. Между тем, это самое главное. Главное, потому что все предыдущие преступления, которые он перечислил, это против человечества, военное преступление, даже геноцид, они проразумевают преследование и наказание исполнителей, начиная от высокопоставленных военных, политиков, дипломатов и так далее, и конкретных исполнителей, кто это все совершал. Но, как правило, это не казалось людей, которые находились во власти в этот момент на высших руководящих должностях в государстве. То есть, люди при власти, при исполнении, не в отставке. И вот такого механизма не было. И вот, наконец, наконец, это свершается, свершается на наших глазах, потому что это историческое событие, и сейчас речь идет об организации Международного трибунала, который по своему уровню международному значению и значению историческому, я бы сказал, будет сравним с Нюренбернским процессом. Должен вам сказать, когда в 1974 году принимали резолюцию об определении агрессии, это было в принципе сразу же после подписания соответствующих хельсинских договоренностей, которые создали основу, архитектуру европейской безопасности, которая худо-бедно существовала до февраля, ну, по большому счету она была, она дала серьезную трещину весной 2014 года, но худо-бедно еще как-то так она дышала еще, хотя уже так наладан зачастую, но полностью она фактически рухнула, по нему был нанесен страшнейший удар российской агрессией, февраля прошлого года. Между тем, вот эта резолюция определения агрессии, ее положение одно за другим, они предусматривают, ну, как будто они были написаны для того, чтобы пригвоздить, обвинить и признать агрессором Российскую Федерацию за все, что она сделала с 2014 года. Я вот кратко выдам, там есть такая статья у нее, третья статья, я, по-моему, даже цитировал ее, так сказать, кратко, но сейчас я вам объясню, что это значит, почему это так важно, потому что в этой статье третьей есть несколько подпунктов или пунктов, которые касаются, напрямую описывают действия Российской Федерации, начиная с 2014 года. как, например, агрессия считается, пункт G, засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп и регулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства с целью захвата его территории. Вспомните банду террористов Гиркина в 2014 году. Это же оно и есть. Это оно и есть. Дальше. Здесь перечисляются те действия, которые Российская Федерация уже с февраля прошлого года осуществляет на территории Украины практически чуть ли не, если не ежедневно, то на еженедельной основе. Агрессия включает бомбардировку вооруженными силами государства территорию другого государства или применение любого другого оружия государством против территории другого государства. То есть вот эти все обстрелы, которые осуществляет Российская Федерация по инфраструктуре, по жилым объектам против гражданского населения, это все агрессия. Нападение вооруженными силами государства на сухопутные морские воздушные силы другого государства, это агрессия. Блокада портов и берегов государства вооруженными силами другого государства, это агрессия, это то, что делает Российская Федерация, фактически захватив временно, естественно. Азовское море и пропагандисты кремлевских хвастаются, что это море было превращено во внутреннее российское озеро. Это агрессия. Дальше, что касается Крыма, обстоятельств захвата Крыма, негодяи же, мерзавцы кремлевские кричат о том, что там референдум был проведен, да, согласно всеми принципам международного права. Так вот, пункт И, Илье, применение вооруженных сил одного государства, ну, тут я добавлю, чтобы ясно было, России, я имею в виду Черноморский флот России, 14-й год, так вот, применение вооруженных сил одного государства, находящегося на территории другого государства по соглашению с принимающим государством, то есть, Черноморский флот, находящийся на территории Украины, по соглашению с Украиной, применение его силы, вот это вооруженные силы, нарушение условий, предусмотренных в соглашении или любое продолжение их пребывания на такой территории по прекращению действия соглашения, то есть, применение, использование Черноморского флота и других подразделений вооруженных сил Российской Федерации в Крыму это был акт агрессии согласно пункту Е. Ну и, наконец, свежее. Господа из Беларуси, которые слушают, слушают этот канал, если у вас дома возможность, доведите до своего картофельного фюрера, что вот он недавно, ну не то, что недавно, но я не знаю, есть у него ход назад или нет, но вот здесь такой пункт G, который касается лично его, он звучит так, ну не, пардон, это пункт, под пункт F. Действия государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжении другого государства, использовалась этим другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства, но как будто специально написали для режима Лукашенко. Так вот, с тех пор, значит, как пошла российская агрессия с февраля прошлого года, и украинские правоохранительные органы, прокуратура и международные соответствующие инстанции работали по сбору доказательств о преступлениях, и они привели к открытию фактически двух уголовных дел по двум пунктам международным уголовным суде, есть еще там перспектива открытия третьего дела по геноциду, но стоял вопрос, хорошо, это все об исполнителях, но как же о главных? Путлер, Путлер и его главные подельники, нужен Нюренберг, потому что, когда принимали резолюцию 1974 года, тогда я только начинал изучать международное право в университете, это было как свежее, как веяние свежего весеннего ветра в международных отношениях, люди мечтали, вот эта резолюция, будет создан механизм, и она положит конец, предотвратит все возможные войны, а с этим, с этой мечтой-то и создавалась европейская архитектура безопасности на основании заключительного акта в Хельсинки. Так вот, говорили, вот, все, теперь есть такая резолюция, теперь никакое руководство никакой другой страны не посмеет совершить акт агрессии. Совершили, и до сих пор не было никакого механизма для того, чтобы пригвоздить, то есть, нужен был международная платформа, суд, трибунал, который бы объявил, выдвинул обвинение в агрессии против руководства агрессора, то есть, руководства Российской Федерации. И вот, наконец, оно совершилось, вернее, мы на подходе, сделан весомый шаг. Евросоюз создал в ГАГе международный центр по преследованию преступления агрессии в Украине. Цель, задача этого центра собрать соответствующее доказательство и запустить этот процесс. А позавчера его поддержали Соединенные Штаты Америки. То есть, сейчас за проведение этого процесса выступает Евросоюз, Соединенные Штаты Америки, Канада, Великобритания. То есть, весь цивилизованный западный мир силы добра, который выступает против сил зла. Что важно? Самое главное в этом процессе, который, как говорится, пошел. Самый главный вопрос – это ответственность за агрессию. То есть, не просто обвинение, это привлечение к ответственности. Понятно, что это не может, может не случиться в течение месяца, года, двух. На это может потребоваться десятилетия. Но это вектор. То есть, если создается платформа или трибунал, или международный суд такого уровня, он начинает жить своей собственной жизнью. Остановить его этот процесс уже невозможно. Это как до Моклову меч, который будет висеть над Путлером и над его подельниками до тех пор, пока они живы или пока не наступит соответствующее возмездие. То есть, вот эта линия на привлечение к ответственности, она станет главным, главным элементом, главной линией, определяющей всю политику стран Запада, участников этого процесса трибунала, против руководства Российской Федерации. Это все равно, что, но это я вам скажу побольше, чем обвинение в терроризме, потому что в терроризме обвиняются, ну, маргинальные люди, террористы, да, тут руководство страны, но преступление агрессии по своему важности, по ужасающему характеру тех последствий, которые приводит агрессия, они превосходят, превосходят те чудовищные последствия, которым ведут отдельные акты терроризма. То есть, агрессор, признанный агрессором, или против которого выдвинули, вот против Путина выдвинули обвинение, соответствующее совсем недавно. Вот если теперь вдобавок к нему будет выдвинуто и к руководству Российской Федерации обвинение в совершении агрессии, то они станут не только нерукопожатны, по идее организация объединенных наций должна, все члены ООН должны предпринять соответствующие действия. То есть, теперь, после этого санкции должны быть абсолютно, абсолютно обязательны для всех государств-членов ООН, не должно быть никаких лазеек, не должно быть никакой особой позиции Китая, Индии и так далее. Вот что это значит. То есть, это, пока эти люди будут у власти, они будут изгоями, как будет изгоями их страна. т.е. это высшая степень изоляции или, как бы это назвать, изгой высшего качества, высшего класса, если можно так сказать. Дальше возникает вопрос, там еще много нужно проработать, во-первых, в каком формате будет проходить все это. Есть несколько мнений, то есть, пока одного однозначного мнения нет. Мнение первое, это может быть украинский суд, который бы, который интернационализирует, включив туда ряд международных, ряд судей из других стран. Критики, в общем, сторонники, сторонники говорят, вспоминают случай, когда Саддама Хусейна после разгрома его режима его отдали судить властям Ирака. Это закончится для него повешением. Ну, вот где-то так вот есть такая мысль, куда бы его Путлера, пойманного в конце-то концов, и представшего перед судом, хорошо бы его засудить там, где он мог бы закончить так, как Саддам Хусейн. Но это сложно, да, сейчас, потому что в западном мире, вы знаете, смертной казни нет, хотя есть в нескольких штатах, Соединенных Штатов Америки, но доставить туда, доставить, доказать подсудность его, судам этих штатов представляется достаточно сложно. Другие выступают за то, чтобы это был суд специально созданной Генеральной Ассамблеей ООН. очень интересно, потому что это форум, самый, самый мощный представительский форум в международных отношениях сейчас, и именно эта организация приняла вот эту резолюцию 33-14, то есть, это основа потенциального обвинения против агрессоров. Но есть и другие, ряд других, то есть, некоторые государства, такая идея есть, с Украиной, ряд государств, которые хотят присоединиться к этому процессу, могут заключить многосторонние или двусторонние договора, и на основании них, значит, провести, создать специальные трибуналы, провести процессы, соответствующий процесс. Там возникают другие проблемы, допустим, вот тот же самый проблема иммунитета в отношении действующих высших должностных лиц государства. То есть, в Украине, насколько считают западные эксперты, действующий президент, он имеет иммунитет от судебного преследования за те действия, которые он предпринимал, когда он находился при должности. То есть, получается, что в Украине Путина судить по делу о агрессии нельзя, потому что в момент агрессии он был действующим российским президентом. Но тут говорят, что можно в Украине принять соответствующие поправки к законодательству и так далее. Короче говоря, это вопрос для юристов, и они с ним должны справиться. Теперь, есть скептики, которые говорят, о, этого никогда не будет, потому что если вы выдвинете обвинения такие против Путина и подельников, они никогда не согласятся, то есть войну против них выиграть будет невозможно, потому что они понимают, что если проиграют войну, то им все, крышка. Нет, отвечают им оппоненты, вот есть соответствующие прецеденты в истории, когда президент Судана Амар-Аль-Башир, против него было выдвинуто обвинение в геноциде международным уголовным судом, и тем не менее он уже находился под этим обвинением, так же, как теперь Путин, и тем не менее между Южным Суданом было заключено соответствующее соглашение о перемирии, а потом он ушел со своей должности, сейчас находится многие годы под домашним арестом в ожидании суда, тут вопрос так, или его посадят там, или его будет судить международный уголовный суд в Гааге. Другая интересная мысль сторонников этого процесса, они говорят, понимаете, если запустить этот процесс, то страна превращается в такого изгоя, она погружается в пучину таких санкций и всеобъемлющей изоляции, что жизнь в ней становится труднопереносимой, как для народа, российский народ известен своей терпеливостью, но также для элиты, которая может на определенном этапе решить, что у нас же вся проблема вот этот плешивый, давайте-ка мы его сдадим и за это мы купим себе какую-то индульгенцию. Вот примерно так произошло с Милошевичем. То есть одна из идей состоит в том, чтобы превратить Путина во второго Милошевича. сделать так, чтобы с ним поступили так его дружбаны, как в свое время подельники Пугачева поступили с ним, заковав кандалы, посадив в железную клетку и доставив к Екатерине второй. Но как бы там ни было, самое главное, что я для себя вынес, это будет потом. Это хорошо, что работа уже над этим ведется. И вот нынешние сторонники, даже не сторонники, а те страны, которые готовы наживаться, использовать момент затруднения кремлевского фюрера для того, чтобы нажиться путем покупки углеводородов по бросовым ценам. Вы понимаете, я имею в виду прежде всего Индию, у которой есть совесть все-таки, она пытается быть как государство. Я считаю, что некоторые государства имеют совесть, другие абсолютно нет. То есть Индия, у нее положение щекотливое, и Запад пользуется этим для того, чтобы перенести ее на свою сторону и обрубить ее вот эту линию связи углеводородов, через которую они идут в Индию, оттуда идут рупии там, и те товары, которые Россия не может приобрести на предыдущих, на традиционных рынках. Вот. То есть вот эта новая окружающая среда, которая возникнет вокруг российского руководства и страны в целом в результате этого процесса, она должна создать такой ореол для России, вокруг России как агрессора и вокруг Украины как жертвы агрессора, что это должно обеспечить долгосрочную помощь Украине. Вот для меня это самый немедленный и наполевший вопрос в связи с тем, что мы с вами обсуждаем уже многие месяцы, 24-й год, президентские выборы в Соединенных Штатах Америки, там где-то говорят уже об усталости, о том, что надо это все дело заканчивать и так далее, то есть вот этот процесс, вот этот трибунал, он должен обеспечить ситуацию, когда помощь, во-первых, спасение жертвы агрессии, а потом оказание всевозможной помощи для ее восстановления становится ну практически неизбежным, потому что война такого размаха, как говорят, которая привела к таким ужасающим последствиям, и если начнется реальный процесс по примеру Нюрнбергского с целью, чтобы навеки вечной не допустить повторения такого преступления как агрессор, как агрессия, все это должно создать обстановку, в которой помощь Украине должна быть беспрерывной, сначала до полной победы, а потом до полного восстановления. Это будет лучший результат этого Нюрнбергского процесса, назовем его Гагским, поскольку пока это так называется, но он по идее, по замыслу его создателей, он должен быть сопоставим с Нюрнбергским. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить сегодняшний выпуск и, как всегда, слава Украине и вооруженным силам, враг будет разгромлен, победа будет за нами, агрессор будет жесточайшим образом наказан, а вам, дорогие друзья, как всегда, выдержки, мужества и уверенности в том, что силы добра на вашей стороне, и мы победим. До новых скорых встреч! Игорь Негода,